В руки частникам глава государства обозначил планы по приватизации предприятий. Об итогах и планах на будущее Игорь Хошин провёл встречу с новым генеральным директором компании «Полярное сияние». Сначала метель, затем оттепель. Зимник Нарима Русинск уже пятые сутки закрыт на замок. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Глава государства обозначил планы по приватизации 2016 года. По словам Владимира Путина, этот процесс играет важную роль в изменении структуры российской экономики и стимулирует приток частных инвестиций. Сегодня необходимо определиться с конкретными параметрами приватизации в текущем году. Решить, какие пакеты акций компаний с госучастием могут быть проданы частным структурам, а какие должны оставаться в собственности государства. Владимир Путин отметил несколько ключевых моментов. Во-первых, все приватизационные сделки должны строго соответствовать нормам и требованиям закона, а также быть прозрачными как для их участников, так и для общественности. В результате приватизации государство не должно потерять контроль над стратегически важными предприятиями. Это значит, что контрольный пакет акций системообразующих компаний с госучастием нужно сохранять в руках государства. Перейдя к теме реализации госимущества, глава государства отметил, что она должна быть экономически оправдана, что она целесообразна, нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка. Не должно быть продаж акций за бесценок в вопросовой цене. Больше внимания необходимо уделить качеству инвесторов, их деловой репутации и опыт работы. Переход акций в частные руки возможен только при наличии у покупателя стратегии развития приобретаемой компании. Для успешной приватизации принципиально важно, чтобы государство четко понимало, что и кому продает, и какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей, да и всей экономики, отметил Владимир Путин. Мы с вами прекрасно понимаем, что приватизация – это не только фискальная составляющая, это путь к структурным изменениям в экономике. И нужно иметь в виду и то, и другое. Только такой взвешенный подход позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны. Итоги выполнения соглашения о сотрудничестве в 2015 году и текущие планы обсудили глава региона Игорь Кошин с новым генеральным директором компании «Полярное сияние». В середине декабря в компании произошла смена собственника. Новым генеральным директором был назначен Владимир Мишкин. Компания «Полярное сияние» давно и продуктивно работает в округе. В полном объеме выполняет соглашение о социально-экономическом развитии. Помимо промышленных планах, на встречу с новым гендиректором губернатор поднял вопросы трудоустройства жителей округа на объектах месторождения «Полярного сияния». Регистрация обособленных подразделений всех подрядчиков компании на территории НАО и открытие полноценного офиса в Нриенмаре. Также стороны обсудили необходимость ежемесячно подавать информацию об имеющихся на производстве вакансиях в Центр занятости НАО. Сегодня стоит задача как можно сильнее вовлечь недропользователей в жизнь округа. Речь о профессиональной подготовке и трудоустройстве наших ребят и взаимодействии в транспортной и обслуживающей инфраструктуре, отметил Игорь Кошин. В 2015 году объем добычи нефти компании «Полярное сияние» составил 376 тысяч тонн, что на 9,5% превысило плановый показатель. В рамках сотрудничества с администрацией округа недропользователь оказал финансовую помощь в приобретении высокотехнологичного оборудования для борьбы с браконьерством. Мощные катера, снегоходы и вездеходы «Трекол» помогают инспекторам Центра природопользования НАО изымать десятки километров браконьерских сетей. Уже пятые сутки зимник Нарин Марусинск закрыт на замок. Сначала сильная метель, а затем оттепель установили транспортную блокаду на всем протяжении зимней автотрассы. Сейчас подрядная организация ООО «Транзит» устраняет последствия капризов погоды. И вместо того, чтобы начать ремонт зимником, дорожники протаскивают колонны автотранспорта, который, вопреки запретам, выехал на трассу и не смог прорваться сквозь снежные заносы и переметы. Зимняя автотрасса на замке уже шестой день. Сначала в тундре бушевала метель, затем наступила оттепель. Несмотря на все запреты и предупреждения дорожников и спасателей, нашлись те, кто рискнул, выехал на трассу и оказался в плену непогоды. О ситуации на трассе по телефону Схарьягинского нам рассказал один из водителей, который находится на трассе уже пятые сутки. Ну, тут тяжело сказать, понимаете, потому что все, значит, рассыпались. Часть ожидает в Усиенске, часть вот мне, например, звонят с трассы, говорят, как там дела, эрбокации. Часть стоит вот здесь, значит, на заправке. Часть там у вертолетки. Ну, я так думаю, если все это дело прикинуть, ну, у меня все, наверное, машины 50-ти. И легковушки в том числе. Многие взяли и побросали легковушки. Я, например, не могу свою машину бросить, потому что тут у меня находится груз, конечно, надо его охранять. Ну, приходится вот ждать. По сообщениям 112, за последние несколько суток поисково-спасательная служба региона вывезла с Зимника 28 человек. Еще 13 человек прибыли в город на триколе подрядчика ООО «Транзит». Шесть легковых автомобилей пришлось оставить на посту и на заправке в районе Харьяги. По словам Владимира Волкова, директора подрядной организации «Транзит», которая занимается строительством и содержанием Зимника, сейчас все внимание сосредоточено только на спасении людей и техники. Сегодня утром дорожники протащили колонну из 20 грузовых автомобилей до центрального поселка Дорожный, где большегрузам придется ждать хорошего Зимника. На объекте есть топливо, продукты и места для ночлега. Мы все-таки пытаемся всех собрать в кучу в одну, чтобы никто не остался на Зимнике. То есть трактора идут, где-то машина встала, ее тоже цепляют, подтаскивают, и вот мы сейчас всех стаскиваем к центральному поселку. То есть мы сейчас все трактора пустили на именно протаскивание машин и собираем их, чтобы никто на Зимнике не остался. Нам его надо освободить как раз к среде, погода успокаивается, все, начинаем гитарить и работать, проливать и все. Ситуацию на Зимнике уже несколько дней активно обсуждают и в социальных сетях. 30 января на страничке одной популярной группы ВКонтакте появилось видео. Его выложил один из водителей большегрузов. В комментариях к видео, на котором отчетливо видно, что в тундре бушует метель, автор призывает не выезжать на зимнюю дорогу. Только что приехали с Харияги. Зимник прошли за сутки на КамАЗе-Вездеходе. Раза два засели. Зимника нет, его просто замело полностью. И вся работающая техника там только разбивает его еще больше. Не суйтесь туда. Там уже есть брошенные внедорожники и шоссейники. Ниже самые разные мнения и комментарии. Кто-то настаивает на бездействии подрядчика и недостатке техники, а кто-то, руководствуясь здравым смыслом, рекомендует вспомнить, что мы живем на Крайнем Севере и слишком сильно зависим от погоды. Никаких 15 единиц техники я там не видела. Только один трактор чистит. И только совсем маленький участок. И две гитары. Но после их прохождения сразу все заметает обратно. Если открывают зимник и его берутся обслуживать, то он должен работать в любую погоду. А если эта дорога не для общего пользования, то должны об этом сразу сообщать. Люди выезжают с надеждой вернуться обратно в запланированный срок. Зимник – это временная дорога, и она напрямую зависит от погоды. Это не федеральная автодорога. Такое ощущение, что этот город Наринмар построили года 4 назад. Его жители не знают, что такое февраль месяц и всегда метели. По словам директора подрядной организации Владимира Волкова, техники у подрядчика достаточно. То, что там горят, у нас мало техники. Техники ровно столько, сколько ее нужно. Если у нас не хватает, мы ее нанимаем очень быстро. С Усинска приезжает, и поливалки, и все трактора, кировцы. С удовольствием работают, за деньги все работают. И помогают. Это уже не первый раз. Потом организовываем поливалки, тоже довозим водителей в две смены. Кировцы у нас постоянно круглосуточно работают. То есть в нормальном режиме мы работаем, как бы так даже больше, мне кажется, стараемся, чем надо. Но погоду никуда не денешься от этого. По словам Владимира Волкова, начать чистить зимник сейчас, значит полностью его потерять. Порядок действий при неблагоприятных погодных условиях, в том числе оттеплях, прописан в регламенте. Цитирую, снегоочистку на автозимнике следует максимально ограничивать, применяя уплотнение снега на полотне с наращиванием высоты насыпи и с возможным проведением работ по намораживанию льда методом разлива воды, что обеспечивает продление сроков эксплуатации зимников. Чтобы выполнить этот пункт регламента, проезд по временной зимней автодороге должен быть полностью ограничен. Если мы расчистим зимник, мы его вообще потеряем. То есть мы, да, это есть такой вариант, мы пропустим всю колонну, но зимика больше не будет. Уже опыт есть такой, делали в прошлые годы, и больше таким никто не занимается. Нужно ждать, пока становится погода, и температура хотя бы около минус 10. То есть его надо отгитарить, он сутки стоит, уже твердеет. Машины, в принципе, легковые, точно проедут все. И проливать зимник, срочно проливать. Ну и ждать, пока заморозится. Ну и да, и ждать там хотя бы при минус 10, где-то по регламенту 15 часов ожидания. То есть замерзает, и все поехали уже. Зимник будет поднят, и он уже выдержит, я думаю, метели две таких. Возможно, потом опять вариант повторится. Вот если такая метель будет, снова так же придется закрывать. Но у нас зима меняется с каждым годом, наверное, заметили все. Напомню, зимник Нарин-Марусинск закрыт для всех видов транспорта. Неблагоприятные погодные условия не дают возможности открыть движение по зимней автодороге. Узнать о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом. В поселке Искатели установлено информационное табло. Также оперативную информацию можно узнать по номерам 112 или 8 911 650 40 40. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты. Детские пособия и пенсии. По данным Минтруда, февральская индексация обойдется федеральному бюджету в 30 миллиардов рублей. С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты за исключением материнского капитала. На 7% увеличатся выплаты федерального уровня, в том числе детские пособия. Страховые пенсии и пособия по государственному пенсионному обеспечению станут выше на 4%. Повышение страховой пенсии коснется только неработающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13 132 рубля. Следующая индексация на 4% произойдет 1 апреля. Тогда увеличение выплат коснется всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет. Еще одно повышение пенсии для неработающих пенсионеров возможно летом. Индексация будет зависеть от возможностей бюджета. Также в феврале на 6,4% будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты и стоимость набора соцуслуг. Федеральные льготники могут получать его как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте. По данным Минтруда, февральская индексация обойдется федеральному бюджету в 30 миллиардов рублей. Около 7 тысяч услуг отделения социальной защиты населения оказано жителям Нинецкого округа в 2015 году через многофункциональные центры. В числе наиболее популярных заявлений от инвалидов и пенсионеров о повышении компенсационной выплаты. Сумма такой выплаты на протяжении нескольких лет в регионе составляла 2604 рубля. На декабре 2014 решением администрации НАО размер выплаты для отдельных категорий получателей был увеличен до 3100 рублей. Льготы для социально незащищенных категорий граждан носят заявительный характер. Подавать заявление на предоставление выплаты не обязательно самому получателям все услуги по линии казенного учреждения поможет предоставить многофункциональный центр. Для тех граждан, которые направили документы по почте, право на социальную льготу наступит со дня, отмеченного на конверте почтовым штампом. Автоматически без дополнительной подачи заявлений компенсация к социальной пенсии выросла у детей-инвалидов. Другие категории льготников должны дополнительно предоставить в отделение социальной защиты населения ряд документов. Так, пенсионеры по старости для получения повышенной компенсации к пенсии должны подтвердить документально свой стаж работы в Неницком округе. Для мужчин пороговая величина стажа составила 30 лет непрерывной работы в НАО для женщин 25. Жителям региона с ограниченными возможностями здоровья для повышения размера компенсации необходимо подтвердить период проживания в округе не менее 20 лет. Все остальные получатели социальной пенсии и пенсии по старости по-прежнему получают ежемесячную компенсацию в размере 2604 рубля. Более трех тысяч нарушений закона выявила прокуратура округа в прошлом году. В результате проведенной работы 210 лиц, привлеченных в дисциплинарной ответственности, и 145 к административной. Воспуждено 11 уголовных дел, из них 5 по делам экономических преступлений. Общий ущерб составил около 12 миллионов рублей. Итоги работы 2015 года и новые задачи по повышению эффективности прокурорского надзора обсуждали на расширенном заседании коллегии прокуратуры Мненецкого округа. Достичь высоких результатов в деятельности ведомства, по словам главного прокурора округа, способствовало четкое взаимоотношение с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями. В зоне особого контроля стоял вопрос о своевременной выплате заработной платы. Благодаря вмешательству прокуратуры округа задолженность по заработной плате в регионе погашена на сумму более 370 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки на Ринмарским следственным отделам возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с невыплатой работнику в течение более двух месяцев. Основные усилия были направлены и на обеспечение законности расходования бюджетных средств, прозрачности государственных и муниципальных закупок, защиту прав субъектов малого и среднего предпринимательства. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения более полутора миллиона рублей бюджетных средств, полученных в виде субсидии. Особое внимание обращено на реализацию правозащитной функции. Проведены в соответствии с законом 18 нормативно-правовых актов 11 муниципальных образований, регламентирующих порядок бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. В них администрациями муниципальных образований были установлены завышенные, несоответствующие законодательству требования к лицам, которые планировали реализовать свое право на бесплатное получение земельных участков. Также принятыми мерами прокурорского реагирования восстановлены права инвалидов на получение санаторно-курортного лечения, индивидуальных средств реабилитации, обеспечения условиями для беспрепятственного доступа к социально значимым объектам. Не допущено значительного и необоснованного роста цен на продукты питания. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спорткомплексы населенных пунктов округа станут филиалами Ледового дворца спорта «Труд». Статус филиалов перейдут в спорткомплексы в Нельмином носе «Красный Микоткино». Спортивные комплексы населенных пунктов станут филиалами Ледового дворца спорта «Труд». Такое решение принято администрации округа с целью оптимизации расходов на содержание учреждений и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг. Инициатива была поддержана на сессии окружными депутатами. Речь идет о присоединении государственных казенных учреждений «Спортивный комплекс «Звездный» в поселке Красное», «Спортивный комплекс «Луч» в Коткино» и «Спортивный комплекс «Нюртей» в Нельмином носе. Во втором квартале 2016 года их реорганизуют государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Ледовый дворец спорта «Труд». В 2015 году филиалами труда стали физкультурно-оздоровительные комплексы в Нижней Пёше и Оксино. Кроме этого, с 1 января этого года в ведении округа в соответствии с 95 окружным законом перешла детско-юношеская школа «Старт». Также учреждения дополнительного образования «Лидер», «Норд», «Труд» и «Старт» в соответствии с федеральным законом в образовании потеряли детскую приставку в наименованиях, тем самым расширив категорию своих пользователей. Герой нашего времени в честь года российского кино наша телерадиокомпания запускает специальный проект. В его рамках ежедневно в 14.15 вас будут ждать любимые отечественные киношедевры. Среди них «Белорусский вокзал», «Берегись автомобиля», «Ларец Марии Медичи», «Вас ожидает гражданка Никанорова». Эти фильмы посмотрело не одно поколение российских телезрителей. Добрые и со смыслом для многих это не просто фильмы, а поучительные истории, где на первом месте стоят человеческие качества, любовь, жертвенность, уважение и, конечно, патриотизм. Напомню, 2016 год в России объявлен годом российского кино. Разработчиком проекта выступило Министерство культуры России. Проект призван привлечь внимание общества к российскому кинематографу. Как следует из пояснительной записки к указу президента, проведение года российского кино вслед за годом литературы является продолжением целенаправленной государственной политики о популяризации и повышении качества и общественного значения кинематографа. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.